Здравствуйте, меня зовут Анастасия, и я ваш проводник в мир кофейного волшебства и любви к звездам. Мы запускаем цикл роликов для тех, кто любит кофе и верит в чудо. Девы, вы готовы узнать, что же ждет вас этой весной? Мы обратимся за помощью к астрологии, картам Таро, метафорическим картам и кофейной гуще. А начнем мы с кофейной гущи. При гадании на кофейной гуще мы должны разделить нашу чашечку, начиная с ручки, на три равные части визуально. Это будут периоды наших трех месяцев. Важно посмотреть внимательно, связаны ли они с дном чашки, с тем изображением, которое может быть на дне. А дно чашки – это индивидуальный сектор, который символизирует ваше личное отношение к событиям этих трех месяцев. Итак, знак Зодиак Дева. Что же вас ждет? Мы смотрим на кофейной гуще. В апреле здесь изображена фигура женская, прям как песочные часы, талия. Скорее всего, вы захотите заняться своим здоровьем, либо пойдете на танцы, либо займете своим питанием. И в мае, а в мае вода, волны, много волнений и бушующие события, которые разбудят вашу чувственную сферу. Стоп, снято! Ох, наконец-то! Можно и мне, пожалуйста, кофе принесите? Ну, как ты? Да нормально. Слушай, я хотела с тобой поделиться, на самом деле, вот рисунки, когда на кофейной гуще смотришь, очень четко вырисовываются. Это прям удивительно. Да, нам часто об этом говорят. На самом деле, просто у нас кофе для турки, сверхтонкого помола, поэтому гадать на нем очень клево. Классно. Слушай, Катя, а не хочешь? Ну, погадаю тебе, если ты еще сваришь кофе. Давай. А что касается астрологических событий, я спешу вам напомнить о том, что главной планетой года является Сатурн, который отвечает за дисциплину. И нам важно его задобрить. А чтобы это сделать, нужно соблюдать несколько правил. Первое правило — это соблюдение тайм-менеджмента. Второе — важно ценить свое время. Третье правило — нужно не бояться брать ответственность за себя и других людей. И в-четвертых, нужно быть более рациональными, по крайней мере, постараться это сделать. Этой весной нас ожидает два основных астрологических события. Это, конечно же, всеми любимый ретроградный Меркурий и лунное затмение. Лунное затмение начнется 25 марта по 8 апреля. И будет оно в знаке Дева. А это значит, что люди будут стараться в своих делах достичь большего результата и пользы. Ведь Дева — это знак перфекционизма и скрупулезности. Но будьте внимательны, ведь со 2 по 25 апреля начинается период ретроградного Меркурия, который будет проходить из знака Овен в знак Рыбы. Это даст излишнюю забывчивость и суету в делах. Поэтому будьте внимательны и соблюдайте все-таки тайм-менеджмент, который нам советует Сатурн. Итак, Девы, давайте же посмотрим на предстоящую весну второго прогноз по теме карьера и финансы и любовь и отношения. Итак, в апреле карьера и финансы. В апреле тройка кубков выпала. Скорее всего, вы будете что-то праздновать, отмечать, какое-то окончание. И вот туда будут сливаться ваши денежки. Ну что ж, отдыхать тоже нужно, поэтому не расстраиваемся. Итак, Дева, любовь и отношения. А в любви и отношениях вы закроетесь в апреле. И скорее всего, это будет связано как раз таки с вашими праздниками, отмечаниями. И словно вы будете отходить от этих праздников и не будете принимать никаких предложений, никакой поддержки. Ничего вам не нужно будет в любви. Ну, посмотрим, что в мае. В мае в плане финансов. Солнце. Посмотрите, какая светлая, прекрасная карта выпала. Вы будете себя беззаботно вести в мае. Вы будете радоваться. Наконец-то вам будет светить солнце. И карьера ваша пойдет в гору. Это прям 100%. И в любви и отношениях, посмотрите, колесница. Вас с партнером ожидает либо поездка куда-то, либо вы будете уезжать, чтобы возобновить ваши чувства и привнести в них новое что-то. Такой интересный торопрогноз для дев на эту весну. Ну и в завершении я предлагаю вам задать вопрос колоде «Оракул». И, возможно, этот вопрос у вас родился по мере того, как вы слушали мой прогноз. Возможно, этот вопрос давно у вас уже сформирован, и вы давно думаете весной купить квартиру, участок земельный, куда-то вложиться, что-то для себя важное решить. И вот вам нужен ответ на этот вопрос. Сейчас у вас есть уникальная возможность. Ответом на этот вопрос будет только «Да» или «Нет». Итак, девы, вы готовы услышать ответ на свой запрос от «Оракула»? Я достаю карту. И у нас метафорическая карта. Посмотрите внимательно на изображение. И, возможно, в нем кроется ответ на ваш вопрос. Такая вот загадка от «Оракула» для дев. На этом все. С вами была я, Анастасия. Я надеюсь, вы довольны своим прогнозом на эту весну. И помните, что любовь должна жить в каждом доме.